Федеральная антимонопольная служба России продлила срок исполнения предписания об отмене роуминга внутри страны до 15 декабря. Предупреждение, направленное в июле, было адресовано четырем крупнейшим сотовым операторам и обусловлено тем, что проверка ФАС не выявила обоснования для дополнительной платы за услуги связи вне региона. На изменение тарифов операторам было дано две недели. Однако сегодня стало известно о переносе сроков. До середины декабря операторы обязаны предоставлять ФАС отчеты о ходе исполнения предписания. Урожай зерновых в Татарстане на треть превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил глава Минсельхоза Республики Марат Ахметов. На сегодня убрано около 40% площадей. Рекордный урожай удалось вырастить благодаря частым осадкам. Однако теперь остро стоит вопрос своевременной уборки. Поля перезрели и есть риск потери зерна. Не исключено, что список резидентов ТОССР Набережных Челнов пополнит турецкая компания по выпуску автокомпонентов. Инвестор планирует наладить производство на площадях Кипмастера и принять на работу до полутора сотен челнинцев. Реализовывать продукцию, а именно гидравлические насосы и гидрораспределители, руководство намерено на предприятиях Татарстана в числе основных заказчиков КАМАЗ. 26 августа в Набережных Челнах пройдут соревнования среди водителей магистральных автопоездов, в связи с чем в субботу в период с 8 до 17 часов будет перекрыто движение транспорта на проспекте Хасана Туфана на отрезке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также на улице Раскольникова от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана. Долгожданный праздник Ивана Купала челнинцы отметят 26 августа. Народные гуляния пройдут на набережной Тукая в рамках Дня славянской культуры. Зрители ждут средневековые бои, мастер-классы по изготовлению картин из цветов, чеканки монет, гончарному мастерству. Традиционные праздничные костера зажгут на новом пляже. Начало гуляний в 14.00.